Здравствуйте! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня предлагаю вам приготовить очень вкусный завтрак, перекус, либо можно использовать как десерт. Это вкуснейшие и очень быстрые ватрушечки. Их можно делать как с ягодами, так и без, и так и так получается вкусно. И давайте сразу к приготовлению перейдем. Для начала нам понадобится творог. В одну часть добавляем белок, в другую желток. Далее сухие ингредиенты. Это подсластитель. В каждую часть я кладу по 2 ложечки. К муке добавляю соду. У меня мука рисовая. И добавляю в часть, где творог у меня с белком. И все аккуратно перемешиваю. Для начинки я взяла более зерненый творог. Вы же можете использовать один и тот же вид творога и для начинки, и для теста. Итак, все аккуратно перемешиваю. Тут я поняла, что места у меня для перемешивания мало, поэтому перекладываю все в другую емкость. И аккуратно начинаю замешивать тесто рукой. Духовку уже можно поставить прокрываться до 180 градусов, потому что уже практически все готово. Перемешиваю тесто до момента, пока вся мука с ним не соединится. Скатываю из теста шар и делю его на 4 части условно. Всего у нас будет 4 ватрушечки. И поэтому сразу разделяем, чтобы они были все примерно одинаковы. Кому принципиально прям до грамма одинаковость, можете поделить на весах. Итак, для начинки тоже все перемешиваем. Если будете добавлять ягоды, то подготовьте их. А пока просто перемешиваем творог с желтком и с подсластителем. Далее на коврик, на пергамент, на поверхность, на которую вы привыкли выпекать, выкладываем четвертинки и начинаем формировать ватрушки. Если тесто немножко липнет к рукам, то смочите их водичкой. Делаем действительно тоненькое донышко и небольшой бортик. Обратите внимание на то, чтобы бортик не был острым, то есть не прищепляйте его сильно. Должны быть везде гладкие края, иначе они подгорят и будут выглядеть некрасиво и совершенно неаппетитно. Так формируем все четыре ватрушки. Аккуратненько. Вот как раз я этот защипленный бортик прижимаю. Ватрушки у меня в диаметре получаются около 8 примерно сантиметров. Все, сформировали все. И выкладываем начинку. Выкладываем прям по одной ложечке, чтобы тоже ее примерно одинаково разделить. Если будете добавлять ягоды, то добавьте их просто сверху. Я взяла замороженную вишню, прям не размораживая, ее положила. К БЖУ укажу, наверное, без ягод, чтобы вы уже сами могли сориентироваться, нужны вам они или нет. Поэтому к БЖУ в описании будет без ягод. И все, отправляем в духовку выпекаться. В итоге получаем вот такую красоту. Это очень вкусные ватрушечки. У них мягкое прекрасное тесто. Действительно подойдут отлично, как десерт. Поэтому обязательно попробуйте данный рецепт. Готовьте, наслаждайтесь. Не забудьте поставить колокольчик, чтобы не пропустить наши новые видео. Спасибо за внимание. До свидания.